Далее ест булочки, а я сегодня ем йогурт. Это не булочки, это тост. Смотрите, как вкусно. Ир, мясо, горчица. Самый лучший завтрак в Париже. Ну, это что вот это вот. Это зато я похудею. Съем и похудею сразу. Как Чукча. Знаешь, игло это такая снега, хижина из льда. У Чукч. Короче, к чему это? Здесь написано Franklin Delano Roosevelt. Представляете, на русском в Париже. Шок. Так, Дали говорит, что это все украинские перевозчики. Укрпошта. И ты так передаешь тоже посылки? Вон так стою в очереди. А, то есть смотри, надо встать в очереди для того, чтобы отправить в Украину посылку. Ага, и сколько оно идет? Примерно 4-3 дня. Стоит 1 евро каладарм. Под каким-то мостом сейчас находимся и Дали забирает посылку из Украины. Он сказал, что поведет меня в классный парк и будет запускать дрон и привел меня под мост. Сейчас заберет он свою посылку. Я надеюсь, все-таки мы пойдем запускать дрон в парк с проститутками или в лес какой-то, в Булонский лес. Он сказал, что там проститутки, но я не поняла, в чем приколы. Дали, это успех. Что у нас за закладочка тут? Мы приехали из самого центра в Париже. В Париже. В Париже. Мы приехали из самого центра в вот такое вот место, чтобы забрать закладку для Дали. И сейчас мы идем в лес, чтобы запускать дрон. Дали вчера купил дрон, потому что мы летим на мой день рождения в крутое место. И мы там будем запускать дрон. Мы будем? Да. И одета мы сегодня с Дали не очень модно, если честно. Короче, говоря, осень золотая, как вы видите. В Париже все очень красиво. Похоже немного на Харьков издалека. Какого далека? Издалека. Очень далека. Знаешь, есть такая песня? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Надо снять влог одним кадром. Представь влог одним кадром. Ребят, вы посмотрели мой влог одним кадром? Где я просто говорю всякую чушь и не вырезаю это. Проголосуйте. Мне завтра надо уже понять, лечу я в Москву или нет, или не лечу. Потому что мне послезавтра надо лететь. Лол, да? Я еще даже билеты не смотрела. Ну, в общем, если я лечу в Москву, то я лечу в Москву на два дня. А потом я лечу в прекрасное далеко. Переход на меня. Все снимаем одним кадром. Я немного отекла. Что ты там делаешь? Дали, мы пойдем на концерт Iron Maiden? Нет. Пойдем. Что, в рот еще мне что-то взять может? Дали не хочет снимать видео одним дублем. Я хотела реально снять бред какой-то бредовый. У тебя получается. Да? Ну, есть у меня такой талант. Что это? Нельзя алкоголь. Кстати, ребята, я очень люблю перье. Есть вот такая вода перье, но с мятой. Это обычная лимонная. Это вот сладкая. Такая мне не нравится. А есть такая же, но с мятой. Это, блин, самая вкусная вода на земле. Если вы ее увидите, то попробуйте. Вообще, я хохочу, хохочу. Я вообще хочу комбучу, но комбучу, наверное, во Франции не будет. Комбучу продается только в Монопри и в Старбаксе. Поэтому, если вы ищете комбучу, и вы находитесь в Париже, идите в Монопри или в Старбакс. Или в Био Сибон магазин. Био Сибон. Я пью зеро, потому что я жирная. А Дали пьет обычное, потому что он худой. Фу, это ты сделал вонь. Нет, это ты по себе понюхала. Кстати, факт обо мне. Я всегда наошу телефон в руке. Не знаю почему. У меня такая привычка. Телефон это как часть моего тела. Я как терминатор. Дали, вот такие цветочки. Давай купим Юлю. Я купила на эту поливарку. Не любит юлять цветы. Не любит. Дали, в общем, привел меня в какой-то гетто район. Он хочет, чтобы мы вот тут по мостам лазили. А я не хочу. Ты мне не сможешь уговорить. Я не с тобой лажу по мостам. Я всегда мечтала. Вот едет корабль, и я прыгаю с моста на корабль, как в фильмах, и как шпионы. Понял? А мы можем такое реализовать? Да. Погода сегодня хорошая. Ветра нет. Солнце стабильно светит с левого угла. Мы идем в лес. Что ты сказал? Нигер, панишка. Что? Не слушайте его. Мы не такие. Мы просто хотим полазать за цепой. Мы не расисты, просто это негры. Дали, это просто афро-француз. Афро-француз. Просто нигеров много. Понятно, понятно. Внимание, смотрите, сзади мячиков появятся люди, и они пьют виски и колу в 11 утра. Видели? Выглядит, как какая-то игрушка. Мне кажется, он не сможет, если честно. Не знаю, не верю я в это. Дали, ты смог его запустить на 20 сантиметров. Нет, дрон это, конечно, весело, но развлекаемся максимально. Просто запускаем дрон и сидим на лавочке. Что это за вид спорта? Это прыжки в сторону. Блин, прикольно. Во Франции все такие спортивные. Посмотрите, весь парк просто полным людьми, которые занимаются разными видами спорта. Всем привет. Сегодня я снимаю видео одним кадром. Я похожа на бабушку. Елисейских поляк перекрыли дорогу. И это напоминает мне Киевы. Крещатик. Это Киев. Бридное место наше. Я не люблю триумфальную арку, она мне не нравится. Мне нравится триумфальная арка в Барселоне, а эта мне не нравится. Что скажешь? Парень едет на двух самокатах одновременно. Молодец парень. Зачем брать что-то одно, если можно взять два? Я им прочитала комментарии недавно, и мне написали, интересно, Инна психует? Нет, я очень спокойный человек. Психи это не про меня. Равновесие, медитация. Скажи, я не нервная. Очень нервная. Что? Реально, Крещатик на минималках. Только, по-моему, Крещатик по субботам, да? А сегодня воскресенье. Мне Крещатик по уходу. Ну, точно Крещатик на минималках. Чувак бежит босиком. Босиком. Я реально больше всего смеюсь с того, что, возможно, мне завтра уже вылетать, а я еще этого не знаю. У меня еще нет ни билета, который я не купила. У меня ничего нет. И вы должны знать обо мне одну вещь. Я никогда ничего не делаю заранее. У меня все всегда вот так в последний момент. И я потом как обосранная все делаю. Так что, возможно, завтра я уже буду лететь в Россию, а потом я вернусь обратно в Европку. Но уже не в Париж. Поэтому я наслаждаюсь Парижем. Очень нравится эта улица. Она очень красивая. Прям атмосферно идешь такой. Улица Сан-Доминик. Все равно никто не поймется. Париж – это глютеновая кома. По-другому Париж не назовешь. А это булочки с манком. С манком, как у нас? Я стараюсь не есть уже булочки, потому что мне кажется, что если уже есть так много булочек, то как бы у меня будет целлюлитик на заднице. А я этого не хочу. Так что я попустилась. Я ем теперь снова только салаты и всю эту полезную еду. Ненавижу я быть толстой. И при наличии лишнего веса у себя я чувствую себя максимально некомфортно. Я не могу нормально функционировать. Когда у меня полное лицо, я даже видео не могу снимать, потому что я себя не чувствую комфортно в своем теле. Это не то, что я там не люблю толстых людей. Нет, просто в случае со мной, когда у меня лишний вес, я не чувствую себя в своем теле. А самое главное, это чувствовать себя комфортно. Мальчики пошли. А здесь продается комбуча. Если вы будете в Париже, вы теперь знаете, где продается комбуча. Мы с Дали жестко тусим. Мы сейчас будем идти и пить наш кофеек возле Эйфелевой башни. Смотри, как малой смотрит. Дали просто пожирает глазами. Фу, бля, говно собак. Я вступила? Серьезно, я вступила? Ты что, не видишь? Чуваки, которые продают башенки, спрятались от полиции и ждут, пока полиция уйдет. Они безобидные. Смотри, сидят реально, прячутся. Сейчас полиция уедет, и они пойдут заново башенки продавать. Все будет нормально. Нине больше не наливать. Короче, это правда моя мечта. Я всегда хотела себе две собаки. Одна это Веймараннер. Если вы не знаете такую породу, посмотрите. Это самая красивая порода собак на земле. Веймараннер. И мини такса, которая вырастает 3 килограмма. Я хочу мраморного расцвета. И вот две собаки, и я счастливый человек. Дали. Понятно, Дали неинтересна моя история про собак. Мы тут уже сидим, мне кажется, час, если не больше. У нас максимальный пикник. Мы уже съели шоколадку, мармеладку. И тут вообще собачья тусовка. Мне только что звонила мама, и вообще ее не слышала, потому что гавкали собаки каждые 3 секунды. Просила маму отправить мне посылку с моими теплыми вещами сюда, потому что у меня нет теплых вещей. Вообще нет. У меня пустой стакан, Дали. Сходи на... Нашей закладкой? Кстати, я могу реально снять. Ребят, я сейчас вам покажу нашу закладку. Мы с Дали сделали закладку, и я пытаюсь помнить, где она, потому что я на самом деле не помню, где она. Мы купили розе, как говорят французы, потому что во Франции принято пить розе. Очень много странных людей, и нашего розе... О, розе на месте, смотрите. Вот наша бутылка. Видите? Жизнь в Париже прекрасна и удивительна, потому что ты наливаешь в чашечки из монопри розе, ходишь на фоне турэфиль, и наслаждаешься жизнью максимально. Я думаю, со стороны я выглядела максимально странно. Я выглядела как человек, который в кустах ищет закладку. Закладку с... Вы поняли, чем. И вот башня сзади, как вы видите. Дали? Большая собака пошла играть с маленькими. Ну что, ты всем рассказала, где-то была? Ага. Короче, собачья война. Ого. Того, кто сейчас ее съест. О, Микки! Ого! Нет. Да. Гавкай, гавкай, гавкай. Громче, громче. Покажи, ну что ты способен. Давай. Давай, раз, два, гавкай. Я не знаю, кто будет смотреть это видео и зачем. Первый и последний. Больше такого не будет, я обещаю. Просто сегодня у меня просто снесло крышу. Шлюх, пока сплю. На самом деле мы сейчас идем к инвалидам. Инвалиды это дом такой, это не люди. Мы не идем к инвалидам. В смысле мы не идем к инвалидам? Это не здесь. В смысле, а вот они инвалиды? Нет. Ну, это уже никто не узнает. Видео? Извините за этот конченый блог. Но у меня сегодня такое. Такие будут все, да? Не будут такие. Все будут нормальные. Как обычно, это одно конченое. Видео затесалось нормальных. А мне нравятся башни. Когда-то я приеду сюда с кем? С кем? Что? Нет. Я приеду сюда с любовью в своей жизни. Мы будем есть кровосадные. Меня реально пугает то, что я в Париже чувствую себя местной. У меня такого не было нигде, кроме Барселоны. Но в свое время я так часто в Париже, что я реально чувствую себя тут местной. Я знаю, как куда дойти, с какого угодно угла. И это очень странно. И сейчас, я думаю, я проголодалась. И мне надо купить продукты домой. И я покажу вам, что я буду покупать. Вот такое. Да, чечевица, рыба и салатик. У меня такое не было есть. Вот супы продаются. Суп с картошкой, батаркой. Ну, выглядит так. Анти-секси. Так, мне для салата нужны креветки. Дали какие? Сейчас. Кстати, расскажу вам секрет. Если есть хлеб в Париже, вы никогда не потолстеете. Не знаю, как это работает, но это работает. А это стандартная испанская еда, тортилья. Тортила. Тортилья. Ну, это, короче, пирог такой картофельный. Я его ненавижу, на самом деле. Ребята, вы провели этот конченый день вместе со мной. Я не знаю, обычная? Он еще хуже. Может быть, я вам покажу, как я буду есть салат сегодня вечером и пить розе. Если у меня не разрядится камера. Не разрядится. У меня офигительная камера. Могу показать, сколько стоит квартира в Париже. Далее, это 6500 евро стоит что? Аренда в пустой квартире. Подожди. 200 квадратов в центре Парижа стоит 6500 евро. Правильно? Это центр? 4 комнаты, 200 квадратов. 4 комнаты, но она пустая. А вот это сколько стоит? 3,5 тысячи. На трокадеру. Ой, ну нормально, кстати. Блин, как в Барселоне. Так тут выгони на трокадеру. Ребят, мы сейчас с Синой едем по дороге. В тележке. Блин, это то, что я хотела всю жизнь. Поехать по середине дороги? Ну, на тележке. Блин, это офигенно. У меня такие мечты дебильные. Еще, если бы у меня шампанское было в руке, и я такая ля-ля-ля. Ты овощ, тебя купили. Каждый свой дом. Все, заканчиваем? Не, норм. Едем так до дома. Блядь, блядь. Слазь. Люди думают, я ебанулась. Они правы. Редактор субтитров.